Продолжение следует... Квадратных метров на 12 человек. Глубинка. Глубинка деревенская. Здесь поют птички. В ущелье горы рядом речушка. Гуляют козочки. И много различных фруктовых деревьев на территории дома. Как вы видите, дорога здесь даже не асфальтирована. И это тупик, и вы будете в полном одиночестве. Сейчас я хочу вам показать дом, что он из себя представляет. Зашли на территорию дома. Дом получается трехэтажный. На первом этаже есть кухня и хозяйственное помещение. Второй и третий этаж жилые. Сейчас я хочу показать конкретно территорию этого дома. Здесь на территории дома яблони растут, сливы, алыча, фундук, кизил, орех. Вот он большой, огромный. Да, он распустится уже в июне. Здесь будет шикарный тенек. Будете ставить столик, стульчики и наслаждаться этим свежим, прекрасным воздухом. Здесь есть колодец. Есть такая зона, где вы можете жарить шашлыки. Мангал присутствует. И вы просто сидите отдыхать. Как слышите, козочки поют, птички поют, и шелест речки. Прекрасное место в горах. Сейчас хочу прогуляться по территории и показать саму территорию. Это у нас также столики. Это летняя кухня. Здесь есть на первом этаже кухня, а на втором этаже кухня. На первом этаже вот такая зона для приготовления пищи. Также есть холодильник. Можно дополнительно вынести на улицу стол. То есть посуда также будет вся. Чтобы приготовить, в принципе, достаточно места, умывальник. Ну, то есть раковина и зона приготовления. Он вот такой небольшой. Это газ. Так, это у нас столики летние. Также можно кушать на свежем воздухе. Есть раковина, есть горячая и холодная вода. Есть летний душ и летний туалет. Здесь у нас в данный момент пока стоят шезлонги, но ими вы также сможете пользоваться. Ставите сюда шезлонги и загорайте. Так, горячая и холодная вода. И это у нас, ну, санузел. Соответственно, не могу открыть. Сейчас мы поднимемся на первый этаж дома. Дом 120 квадратных метров. На первом этаже у нас, на втором получается, по факту, восемь спальных мест. Также есть терраса, диванчик. Можно здесь также отдыхать. И мне очень нравится здесь, что здесь также полностью закрытая территория. И очень удобно детишек отпустить здесь, побегать, покушать яблоки. И не переживать за то, что они выйдут куда-то за территорию этого дома. Сейчас зайдем внутрь, я вам покажу сам дом. Сейчас мы зашли на первый этаж. На первом этаже восемь спальных мест. Две спальни и гостиная. Присутствует микроволновка, холодильник, санузел, соответственно, в доме есть. Также есть место для принятия душа. На втором этаже отдельный тоже санузел. Монтаж раковины, стиральная машина, сушилка. Есть шкафчики, гладильная доска, утюг. То же самое, что... В общем, точно так же, как на втором этаже. Это у нас спальня. В спальне есть шкаф, соответственно, телевизор. Стульчики, двухспальная кровать и сплит-система. Сплит-система также есть везде. Окна у нас выходят на огород, на придомовую территорию. Вот примерно одна спальня, что из себя представляет. Сейчас я вам покажу гостиную и вторую спальню. Это у нас гостиная. В гостиной два больших дивана. Они раскладываются, то есть это четыре спальных места. Также присутствует сплит-система, телевизор, столик, большой стол для всей семьи. Стульчики можете тут кушать, обедать и просто наслаждаться отдыхом. Вот еще у нас одна спальня. Спальня примерно идентична той спальни, в которой мы только что были. Тумбочки, шкаф, стульчик. В принципе, все. Окна также выходят на свой огород. На свой полисадник, можно сказать. Сейчас я хочу еще показать кухню, которая также присутствует. Кухня здесь есть в доме и есть кухня на улице. То есть летняя кухня и в доме кухня. Дом не новый, но с очень также хорошим ремонтом. Все очень чисто. Ничем совершенно не пахнет. Все обновлено. Мебель новая. Ну, опять же, все сделано со вкусом. Мне очень нравится. Даже видно, что кухня... Ну, вот прям белая кухня. Ни одного пятнышка нет. То есть чистейшее все здесь совершенно. Вы приедете сюда, вы будете просто наслаждаться этим домом. Наслаждаться территорией дома. И наслаждаться природой, которая вокруг этого прекрасного дома. Сейчас мы поднялись на второй этаж. Здесь есть холодильник. Ну, есть шкафчики. То есть здесь вы можете какую-то еду хранить в холодильнике дополнительно. Гладильная доска. Соответственно, утюг есть. Для обуви есть этажерка. Санузел на втором этаже тоже присутствует вместе с душем. Все необходимое есть для того, чтобы принять душ. Так, и у нас, получается, здесь четыре спальных места. Два дивана, которые раскладываются. Два кресла, шкаф, стульчики, телевизор. Телевизор здесь, спутниковое телевидение. Есть стол, который раскладывается. Соответственно, светильнички четыре штуки. И мне, опять же, нравится вот такой декор в этом доме. Дом не новый, прям не новой постройки. Но он очень свежий, с хорошим ремонтом. То есть все свеженькое. Не знаю, с авдеповским вариантом тут даже близко не пахнет. Есть большая терраса на втором этаже. Здесь есть кресло, сушилка для одежды, столик, стульчики. Ну, так, чтобы вы могли просто наслаждаться вот этим красивейшим пейзажем. Это у нас, кстати, орех. Дерево находится прямо на территории дома. Здесь есть яблони, сливы, кизил, фундук. Потом еще есть алча. Да, две, получается, кухни в этом доме. Большая придомовая территория. В принципе, по желанию вы можете привезти с собой бассейн и установить бассейн. Козочки пасутся здесь. И здесь течет прям сразу речка. Мне очень нравится, что здесь есть речка. Несмотря на то, что здесь нет бассейна на территории дома, здесь есть купели. Мы обязательно сходим. Я вам покажу, где находится, где здесь люди купаются. Мне вот даже даром не нужно никакого моря, если я буду находиться просто в горах и в доме, в горах. Я не знаю, я раньше о таком даже не мечтала. Я даже не знала, что есть такие места, где прям вот такая вот деревенская глубинка. И я кайфую. Вот честно, я бы тут даже жила. Здесь тихо, спокойно поют птички и шелест речки. Это потрясающе. И настолько свежий воздух, что у вас неделю будет от этого чистого воздуха болеть голова. Чтобы забронировать данный дом, вам нужно позвонить или написать по WhatsApp или Viber. Номер телефона я указываю в описании и цены я также указываю в описании. Несмотря на то, что в этом доме нет бассейна, здесь есть приятный бонус. И я вам сейчас его покажу. Пойдемте. Здесь в глубине этой деревни есть речка. И на этой речке есть купели. Сейчас я вам покажу, где купается местный народ. И вы можете купаться точно там же. На самом деле, идти до этих купелей всего лишь одну минуту. Здесь есть даже водопад. И настолько здесь красивое место. Я думаю, что вы сами сейчас видите. И скорее будете брать в руки телефон и бронировать этот шикарный дом. Цена, конечно, вас очень удивит. Здесь она просто смешная. Поэтому не стесняйтесь и скорее обращайтесь и бронируйте. Шикарный просто здесь вид. Тут дети купаются. Дети купаются. И взрослые купаются. А какая глубина у них? Ну, наверное, где-то сантиметров 70. То есть окунуться, в принципе, не в машине. Лечь даже. Лежать можно вполне комфортно, удобно. Мне даже так хочется туда пройти. Оттуда идут пешком сюда, да? По речке прям. По речке босиком по водичке. Здесь, конечно, место вообще... Я нормальная вода прозрачнейшая, горная, чистейшая. Ягушки! Вот здесь вот купаются взрослые, потому что здесь дубина, соответственно, достаточно, чтобы искупаться. И здесь купаются дети. По всей территории речки, которую мы в данный момент видим, можно купаться и просто наслаждаться вот таким пейзажем. Можно идти гулять по этой реке, но у вас отдых будет, конечно, незабываемым. Фотографии на фоне такого прекрасного, шикарного, я бы сказала, вида. Свежий горный ветер. Ой, воздух. Свежий горный воздух. И хорошее... всегда хорошее настроение. Обязательно подписывайся на канал, чтобы увидеть следующие выпуски. Еще более интересных вариантов. И наоборот, менее интересных вариантов. И обязательно бронируйте, потому что мест очень мало остается на летний период. Подписывайся на канал, ставь лайки. Всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы приехали на пляж. Здесь будет, скорее всего, парковочные места. Также здесь будет общепит какой-то со столиками. То есть здесь можно будет покушать. Также будет здесь много всяких сувенирных лавок. В чем преимущество Просковейки, что здесь открытое чистейшее море. Лягушки квакают. Кстати, вот речка, на которой мы были. На которой я вам показывала. Ничего себе лягушки погромко квакают. Их, наверное, там очень много. Да, вот эта речка. Чистая какая вода, смотрите. Классное местечко. Вообще супер. Сейчас я вам покажу сам пляж. Пляж у нас галичный. Здесь, кстати, есть наша достопримечательность города Геленджика. Куда регулярно, каждый день приезжают экскурсии. Это Скалопарус. Но до Скалопаруса я, конечно, не пойду. У меня есть старые видео. С того года я была на Скалопарусе и показывала конкретно все. Можете найти и посмотреть. Издалека обязательно я вам покажу. Как вы видите, пляж большой. Все у нас тут войдут. Всем будет место искупаться. Обычно, когда у нас идут дожди, вот эта река протекает здесь и выходит в море. А сейчас у нас сухо на улице, дождей практически нет. Поэтому здесь, соответственно, нету. Речка идет вон там, выходит в море. Галька и мелкая, и крупная. Сейчас я подойду к самому морю, покажу. Не знаю, будет ли проход летом в летний период. Ну, я помню, по-моему, я когда приезжала, речка сама не выходила в море и спокойно туда можно было уйти. Сейчас не могу ничего сказать про это, потому что не помню, честно вам скажу. Вот у нас тут галька, пляж будут убирать примерно один раз в неделю. Вот даже мангал стоит. Кто-то оставил мангал. Здесь море будет чистое. Дельфины сюда очень часто приплывают. Корабли постоянно плывут. То есть шикарное тоже местечко. Галька не крупная, как мы видим. Булдыжников на дне таких нету. Поэтому даже с детишками здесь очень будет хорошо купаться. Опять же скажу, что это море открытое. Вода чистая. Поэтому много плюсов снять именно здесь себе дома. Допустим, не в центре Геленджика. Вот наш знаменитый скалопарус. Конечно, с детишками пройти туда будет очень сложно. Потому что вот эти вот камни, которые, вот как мы видим, с правой стороны, придется по ним сверху лезть. Ну, я именно так как раз поделазила. Потому что были штормы, были волны. И вот сейчас я вижу, что можно эти камни обойти. А в тот момент нельзя было эти камни обойти. Вот. То есть вы приедете на пляж, и два в одном у вас будет. Вы будете отдыхать, загорать, купаться. И сможете сходить бесплатно на наши достопримечательности города Геленджика. Всем спасибо, ребята, за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Обязательно нажмите на колокольчик. Рядом с кнопкой подписаться. Чтобы быть в курсе всех новых видео. Получать оповещения о новых видео на канале. Если вы хотите забронировать этот дом, пишите по WhatsApp или Viber. Связывайтесь со мной, и я вам расскажу все нюансы. Я думаю, что сейчас вы берете скорее в руки телефоны и начинаете бронировать. Это суперпредложение. Поверьте мне, я знаю все о домах Геленджика и его окрестностях. И это реально суперпредложение. Тихое местечко, где не будет лишней суеты. И вы можете хорошо отдохнуть с своей семьей или компанией. И особенно с детьми. Всем пока. До новых встреч.